Успокаиваться с чувствами при разговоре с близким человеком, объясняя ему, что он сделал неправильно. Если говорить правду, нужно с любовью, состраданием. Но когда успокаивается чувство, понимаю, что причина во мне, в моём развитии. Хороший вопрос такой. Моментально пропадает желание объяснять человеку его неправоту. Вот хороший вопрос. Правильно. Нет вообще необходимости объяснять человеку его неправоту. С точки зрения отношений нет необходимости объяснять его неправоту. Потому что неправота бывает только моя в моей судьбе, только моя неправота. Это надо понять ещё, понимаете. Это трудно очень понять. Когда человек это понял, тогда у него легче намного жизни становится. У всех отношений. Неправота бывает только моя. Потому что я имею дело только со своей судьбой. Мы думаем, что мы с человеком имеем дело. Мы не знаем, что есть высшие силы, которые управляют нашей судьбой. И человек с собой ничего не может сделать. Вот в чём проблема заключается. Я объяснял уже эту ситуацию, как я открытие это для себя сделал. Да, у меня с женой была тоже, ну как бы выяснение какое-то. Я смотрю, она такая немножко напряглась на меня. И я думаю, что же за сила ей управляет? Почему она так вот напряглась? И вместо того, чтобы с ней выяснять отношения, как бы я перевалил всё это у себя внутри. И начал мысленно смотреть вверх через неё. И увидел там такую женского рода, такую божественную личность, которая меня наказывала в этот момент. Через неё я говорю, спасибо тебе, что ты меня наказываешь, спасибо. И в этот момент у жены прям раз поменялась картинка на лице. В секунду. То есть она успокоилась, это там сверху. Раз я вот так смиренно как бы повёлся, там успокоилась, здесь тоже успокоилась. Сразу же. Это в секунду произошло. Это у меня было чудо. Я понял тогда, что вот это вот то, что Веда говорится, что высшие силы всем управляют в этом мире. И мы, сами того не понимая, вот и выражая свои эмоции, идём на поводу у этого всего. Ещё и потому, что когда женщина, допустим, выражает свои чувства мужчине, ну, недовольство своей, ей кажется, что она это делает в мягкой форме. Допустим, ей кажется. Но она не понимает, что в это время у неё там просто, она ему режет ножами в сердце. Потому что мужчина не может защищаться от женской энергии. То же самое мужчина думает, ну, я спокойно ей объясняю, как мне надо делать. А у женщины в это время её корёжат. Вот. И друг друга мужчина, женщина не могут понять. Понимаете? Потому что по-разному совершенно психика устроена. Это уже много раз объяснял на лекциях, что у мужчины вот здесь вот в области сердца очень чувствительное место. У неё там дырка энергетическая. А у женщины там находится огромная сила, чувственная сила. Вот отсюда у женщины идёт огромное. И сердце. И она сердцем говорит всегда. Я тебе же сказала, что не надо так со мной разговаривать. Ну, то есть она сердцем говорит. А у неё там дырка. Ему трудно это слушать. Вот. А мужчина говорит мозгами вот этим местом. А у женщины здесь дырка. Он начинает ей так. По мозгам. По мозгам. Свою демагогию разводить ей начинает. Вот. И у неё, она аж, психика у неё аж деревенеет. То есть она, ей настолько тяжело это слушать, она даже не может понять, о чём речь. У неё мозги замыкают сразу. Так или нет? И сразу, она не знает, что делать с этим совсем вообще. Вот. И у неё только одно, как бы, внутри остаётся сказать ему что-нибудь такое, чтобы он замолчал. Вот. И говорит. Начинает скандал в результате. Понимаете? Как это всё устроено, интересно. Что человек часто даже сам не понимает, что он вызывает боль у близкого человека. Боль вызывает. И с этим ничего не сделаешь же. Так всё устроено, что хочешь ты или не хочешь, но придётся страдать в личной жизни. Придётся страдать. И всегда человек чувствует вдохновение, что ему надо вот это сказать близкому человеку обязательно. Он чувствует, что это правильно, правильно так делать. У него нет сомнений в этом и всём. Так действуют эти силы. И когда у меня тоже возникло вдохновение кое-что жене сказать, я почувствовал её так немножко перекосило, вот. Я начал смотреть вверх, что мной движет в это время, и не увидел. Я сколько ни пытался, я так и не понял, кто мной управляет в это время. Знаете почему? Потому что это невозможно понять. Тебе никто этого не покажет, потому что ты должен участвовать в кукольном театре, который предназначен для твоего близкого человека. Поэтому тебе никто не покажет, кто управляет тобой как куклой. Поэтому с этой точки зрения мы абсолютно беспомощны перед природой. Ну то есть можно ли избавиться от скандала в семье? Полностью нет. Полностью нет. Но если ты понимаешь, что нет смысла воспитывать близкого человека, нет смысла его воспитывать, и ты его никогда не воспитаешь, главное, вот в чём проблема. Потому что он играет в твои игры, в твои. Я вам сейчас это легко докажу. Смотрите, у кого несколько браков было, они знают. Ты вот в одном браке живёшь, у тебя одни отношения, одна речь близкому человеку, одно поведение. В другой брак вошёл, всё меняется полностью. Ты по-другому себя ведёшь, по-другому разговариваешь, всё полностью по-другому. Не так, как было в предыдущем. Почему так происходит? Потому что другая игра пошла. Другая судьба и другие отношения. Всё. Ты не знаешь, что в других отношениях ты как этот, всё хорошо, классно. Нет. Тебе придётся страдать так же, как и было, только от другого человека и по-другому. Но страдать придётся всё равно. Поэтому ничего не поменяешь, всё одно и то же. Некоторые люди просто влюбляются, думают, раз я влюбился, всё классно у нас, значит, так всегда будет. Это вообще обман, полный обман. Вот этот обман описан в ведах таким образом, что всегда, когда человек ждёт, вот это «поверь в мечту», «поверь в мечту» скорее, вот эта песня, да? Это, вот это вот как раз и есть самое ужасное, что в нашей жизни может быть, потому что люди, почём зря свои семьи разваливают, почём зря, потому что всё более-менее нормально. Нет, человек поверил в мечту. Вот поверил. И я сейчас объясню, как это происходит в природе. То есть сравнивается с природой вот этот факт. Смотрите, у нас самое сильное чувство, у человека есть пять чувств и ум. Ум называется шестым чувством. Ум у человека – это самое большое чувство, самое чувствительное чувство, сам ум. И ум чем занимается? Он мечтает. Ум мечтает, он как бы хочет какой-то идеи, хочет идиллии какой-то в жизни. Ему хочется, чтобы всегда было хорошо. И он в это сильно верит. Вот чем занимается ум. Но у животных ум сильно не развит, как у человека. И поэтому у них преобладает какое-то одно чувство, которое и убивает их существование. Вот я просто приведу такие примеры. Допустим, взять мотылёк. У него сильное желание наслаждаться светом. Он испытывает счастье от света больше всего, поэтому он летит на свет. И как погибает мотылёк? Все знают, на свету летит на лампочку и сгорает. Дальше поехали. Олень. Самое сильное чувство – это чувство слуха. Он грациозно, он постоянно слушает лес. Он такой встанет и наслаждается. Замирает от звуков леса. И поэтому придумали охотники рожки. В древности так ловили оленей, это описано. Они играли на рожках, олени прибегали их и впав. Или стреляли из лука. Все. Тю-тю. Рыба у неё самое сильное чувство – это чувство вкуса. Взгляд у неё мутный, она так особо ничего не видит. Там, ну, все чувства, как бы, слух тоже, там, брации просто. Ну, ничего не развито, только вкус. И поэтому она, когда червячка чувствует, она не может выплюнуть, даже если колется. Не может выплюнуть, понимаете? Она выплюнула, подумала, опять. Выплюнула опять. И в конце концов, раз, даже колется, и всё равно заглотила. Червячок вкусный. И до свидания. Наверх. Задыхаться. Вот такие пироги у слона. Самое сильное чувство – это секс. Сексуальное, половое чувство. Он вообще неуклюжий. Кроме секса у него счастья нет. Чувства все заторможены. Большое такое, неуклюжие. Вот. И поэтому очень просто слонов ловят. Слониху тренируют, как бы. И она просто заманивает его в стоилу слона. Его даже не надо убивать. Просто он бежит за ней, ничего не соображая. Хоть пять километров, хоть десять. Кто вокруг будет, ему тоже всё равно. Он же здоровый. Ну, пошли, всем надо, я тебя всех разгромлю. Прибежал, он заперли, всё. И куда ты денешься? На слона тоже найдётся ограда. Понимаете? Вот и вся система. Так же у человека. Поверь в мечту. Он поверил в мечту. Поверила, поверила, поверила. Поверила, 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 поверила. Внешне, что всё хорошо, вроде так. А у тебя уже есть семья и дети. Вот это и есть хорошо. Но человек этого не понимает часто. Он думает, что может быть что-то лучше этого. И поэтому теряет отношения, теряет судьбу. Потом плачет. Видит своих детей с чужими людьми. Это страшно всё описывать. Даже не хочу об этом говорить. Но что касается этой записки, что делать? Что делать? Поругалась? Просить прощения. Можно ли остановить сам процесс скандала? Невозможно остановить. Нужно ли человеку говорить о его недостатках? Не надо говорить. Но всё равно придётся ругаться. Это происходит независимо от того, хотим мы или нет. Просто иногда возникает, как знаете, иногда кремень трётся от что-то. Возникает искра. Не тереться невозможно, потому что мы же движемся, активно что-то делаем, общаемся. Искры между мужчиной и женщиной будут возникать обязательно. Они могут порождать цепную реакцию иногда. И это, кстати, зависит в большей степени от состояния женщины. Но с этим тоже ничего не сделать. Потому что у женщины психика, она меняется постоянно. И иногда у неё возникают состояния, в которых она себя не контролирует. Если она предупреждает мужа об этом, то тогда ничего не будет. Но иногда она сама бросается на него в таких состояниях. Тогда уже ничего не сделаешь. Всё как характер сложен. Надо как бы от этого всё зависеть. Мужчина от переутомления чаще всего страдает. Тоже скандалы возникают с мужчиной, когда устаёт сильно. Но в этом случае просто не надо трогать и всё. Но не всегда это получается. Понимая, что причина в тебе, молись, проси прощения. Внутренней жизнью занимайся. Отношения опять восстанавливаются. Наступает спокойствие в отношениях. И дальше всё, можно продолжать отношения. Объяснить, объяснять надо или нет. Или работать над собой вопрос. Объяснять-то надо, когда мы и хорошие. Вот когда мужу надо объяснять и как. Сейчас я вам объясню. Допустим, муж ругается, допустим, проблема. Грубо разговаривает, допустим, да? Надо это объяснять или нет? Когда ругается, не значит. Надо это объяснять. Зачем? Затем, чтобы установить хорошее отношение. Надо мотив понять. Для чего тебе это надо? Для того, чтобы у нас были хорошие отношения. И этот мотив надо и объяснить человеку. Когда? Когда он сытый, спокойный и счастливый. Надо подойти к нему и сказать, слушай. И как это надо делать? Надо говорить, слушай, я у тебя дура. Я не ты, а я у тебя дура. И в чём моя проблема заключается? Ты когда вот своим нормальным, таким строгим, таким нормальным голосом говоришь. Нормальным, такой вот так, красивый такой. Я сказал! Ну, таким нормальным, красивым голосом, когда говоришь, строгим, хорошим. Вот так вот, как ты говоришь. Я сказал тебя! Таким красивым, нормальным голосом, когда говоришь. Так как я дура у тебя. Очень чувствительный человек я у тебя. Ну, вот такая я у тебя просто вот. Очень чувствительная. И когда ты так говоришь, мне хочется тебя придушить. Не потому что ты плохой, а просто... Ну, потому что я у тебя чувствительная такая. Я ведь с этим ничего не смогу сделать. Ничего не смогу сделать. Я старалась и так, и сяк. Помоги мне, пожалуйста. Помоги мне решить эту проблему. Разговаривай со мной чуть-чуть понежнее в это время. Когда ты хочешь что-то сказать, чуть-чуть понежнее. Понимаете? Ему он поймет тогда. Тогда он поймет. Когда у него пошло, надо чуть-чуть понежнее. И уже будет легче, понимаете? Потом еще чуть-чуть понежнее. И опять я виновата. Я виновата, и вот тебе надо мне помочь. Вот такой способ объяснения. Видите, я что-то сказал плохое близкому человеку? Нет? Плохое что-то сказал? Что плохое сказал? Приверативные дети. Нет, это не угроза. Это просто я объясняю, что может быть. Можно об этом даже не говорить. Можно сказать просто, я вот такая, и не знаю, что там может произойти. Но я вот чувствую, что у нас какие-то проблемы из-за меня в отношении. И мне надо помощь от тебя. Ты же хороший, я любишь меня. Такой хороший человек, любишь меня. Вот, он наелся, он понятно, что он любит в это время. Вот. И вот так ты любишь, такой у меня добрый. У тебя голос очень красивый, когда ты ругаешься, очень красиво. Не ругаешься, вернее, а говоришь правду мне. Строго. Очень красивый голос, все классно. Но я так, как я чувствительный очень, я не могу это принять. Понимаете, как надо... Ну, я вам схему описал. Там что конкретное, то что вы сами смотрите. Схема такая, я виноват, а не ты виноват. Не бойтесь этого. Потому что проблема только в унижении. Когда человек смиренно относится к ситуации, смирился сам, унижения нет. Допустим, я себя, когда ругаю, я унижаю себя или нет? Нет. Я смеюсь над собой, все смеются, всем нравятся, мне нравится, что все смеются. Ведь нет никакого унижения. Человек должен быть смиренным по-любому. Он должен смиренно относиться к своей жизни. И когда человек так себя ведет, он себя не унижает. Он достоинство сохраняет свою полностью. И близкий человек при этом не будет наглей давить на него. Понимаете, он поймет просто и все. Это же желание, для чего, мотив какой? Для чего мы это делаем? Для того, чтобы счастье было в семье. Не для того, чтобы мне легче было жить. Для того, чтобы счастье было. Вот этот мотив надо иметь в сердце своем. Но если у человека другой мотив, он не сможет так разговаривать. Он подумает, а почему я должна унижаться перед ним? Ну, значит, тогда будешь ругаться. Мы все должны смиренно вести друг по отношению к другу. Мы все виноваты в этой жизни. Мы все виноваты. Всегда и все виноваты. В этом заключается проблема, что мы этого не понимаем. Мы виноваты, поэтому мы страдаем. Не кто-то другой виноват. Мы виноваты. И раз мы виноваты, значит, мы должны и сами учиться быть смиренными. Это наша проблема. И чья-то другая. Только наша. И все. У меня умерла доченька. Доченька не умерла. Доченька не умерла. Вот это вот надо очень четко понять. Люди ведь не понимают это, поэтому страдают. Смотрите, когда близкий человек уходит из жизни, есть какие проблемы? Какие проблемы есть? Близкий человек ушел из жизни. Какие проблемы есть? Первая проблема, главная. Я не сделал, не выполнил долг перед ним. Так? Главная проблема. Я для тебя не сделал то, что я должен был в жизни сделать. Так или нет? Кто считает, что это главная проблема? Это главная проблема. Так выполняйте, мои хорошие. Долг выполняется в сердце. Вы что думаете, долг выполняется, чтобы перед ним присадить на задних лапках? Вот сколько счастья ему положено в жизни, столько он получит. И вы не сможете ничего с этим сделать. Поэтому это не ваша проблема. Но если вы хотите ему счастье подарить, садитесь и молитесь за него. Желайте счастья. Внутреннюю жизнь устанавливайте внутренние отношения. И вы будете выполнять свой долг перед близким человеком. Это первая проблема решается внутренней жизнью. Это не то, что я виновата, что я для тебя ничего не сделал. Я виновата, что я по утрам не молилась. И не создавала наши отношения. Не создавала вот эту чистоту в нашей жизни. Вот эту светлость. Не создавала во время молитвы. Вот в чем я виноват. Вторая проблема. Привязанность. Я хочу наслаждаться близким человеком. Это главная проблема. У меня теперь нет этого человека рядом со мной. Это вторая проблема. Главная. Мы хотим наслаждаться человеком от утюжи. Наслаждаться им невозможно. А это грех, между прочим. Вообще грех. Желать наслаждаться другим. Не служить ему. Бог человека дал для чего? Для того, чтобы мы им служили. Мы хотим быть рядом. Чтобы он был рядом с тобой. Я хочу быть с тобой. И я буду с тобой. Понимаете, это уже, извините меня. Это грех. Это не мы решаем, с кем мы будем. Сегодня мы с этим человеком. Завтра судьба разводит. Мы ничего не можем сделать часто. Так? Теперь вы говорите о расставании. Расставания нет. Расставания нет. Это уже третья проблема. Отсутствие знания. Что произошло? Сейчас я вам объясню. У кого родственник живет на другом континенте? Вы не можете с ним встретиться. Я живу на одном, а ты на другом. Ну, у кого? У вас. Вы с ним расстаетесь? Расстались? Нет? Как зовут? Родственник Владимир. Владимир. Мягкий характер такой у него, да? Добрый такой человек. Да? У него не косят глаза чуть-чуть? А? Светленький. Я его вижу сейчас. Вы с ним не расстались. У вас прям прямая связь сердечная. Его легко увидеть через вас. Но вы этого не знаете. Поэтому вы думаете, что вы с ним расстались. И сна какая выдалась, какие дни мы стали. И все же ты обиделась. Зачем же мы расстались? Если бы вы расстались, то это не пело в этом. Связь-то есть же. Связь есть между вами. Вы его любите, да? Хороший человек. Да? И он вас любит. Думайте о нем. Желайте ему счастья. И вы будете чувствовать связь. У вас будут отношения в это время. Начните сейчас. Желать счастья этому человеку. Думайте о нем. Ему сейчас лучше стало. Я это вижу. У него спокойно стало. У него иногда голова болит. Что-то такое бывает. То он и сейчас лучше стал с головой даже. Вот секунда прошла. Не спасибо, а вы должны понять это просто. Понять, что нет расставания. Что на другом континенте. Что человек уходит из жизни. Он просто тоже находится на другом континенте по отношению к нам. Но связь остается. Отношения остаются такими же, какими были. Ничего не меняется по факту. Потому что люди живут только во внутренней жизни. Ну сколько раз? Вот вы думаете, что отношения означают, чтобы человек был здесь. Вот и посчитайте, сколько в жизни минут вы проходите вот так. Мы же все равно же куда-то ушли и что-то делаем. Все равно на расстоянии. Так? Мы же вот так вот. Не слишком часто. Нос к носу, как собаки, не стоят. Ну то есть люди живут же где-то там. Сами своими делами занимаются. И все равно внутренние отношения это отношения. Все, что снаружи происходит, это не факт, что это помогает отношениям. Люди иногда скучают друг по другу, встретились, не знают, что сказать. Это не отношения. Внутренняя жизнь это отношения. Вот у меня, как бы, когда свадьба была, у меня с женой, мы сделали такой семейный узкий круг. И как бы папа, когда говорил свои благословения, папа моей жены, это были самые лучшие слова, которые он произнес. Самое лучшее благословение всех родственников. Он встал и сел. Но нам понравилось благословение. Больше всех, и мне, и жене. Вот она сразу побежала. Папочка, спасибо тебе за такие слова. Так что слова не нужны. Нужно вот здесь, чтобы было что-то, понимаете? Вот здесь, вот здесь вот работает система отсюда, из сердца. И здесь она работает всегда, и ушел человек из жизни. Доченька не умерла, не умерла. Попытайтесь это понять. Просто вы не умеете внутренней жизнью жить? Кто написал, где человек? Вот как, мы уже ее похоронили. Похоронили. Вы написали? Да. Вы не похоронили ее, вы похоронили ее тело. Тело. Да. Вот. А сейчас она даже не вниз пошла, а наверх. Она сейчас испытывает счастье. На высших планетах находится. И я вижу ее, вашу эту девушку. И вы с ней связаны сейчас. Связаны с ней. Если вы будете ей желать счастья постоянно, то вы будете с ней общаться, отношения строить постоянно. Понимаете? И вы будете счастливы, потому что поймете, что отношения, это не нос к носу жить. Отношения в сердце находятся, и они вечно существуют между людьми. Если мы этого хотим. А почему у нее день рождения? Вот 4 года уже прошло. Ну, как было то, что это день? Ее день рождения? Я не знаю. Плохо, потому что она пришла в гости к вам. Она пришла в гости к вам. А вы не смогли с ней общаться, потому что вы не верите в это. Вы почувствовали ее контакт, связь. И вместо того, чтобы желать с ней счастья, радоваться ей, вы начали плакать. Я не знаю. Это означает невежество. Ну, вот это означает невежество. Вот сейчас она тоже с вами связана. Сейчас видна связь. Я вижу ее, как характер ее. У нее такой спокойный характер такой. Да? Она медлительная немножко, да? Спокойный такой характер. Ну, она такая... Она очень умная была. Умная, образованная. Ну, такая, принимала решения так серьезно, да? Во всем было. Во всем, да. Вот я и вижу этого человека сейчас. Она с вами связана. А вы этого не чувствуете. Знаете почему? Потому что вы не верите в душу. Вы думаете, что душа умирает. А душа не умирает. Она вечную природу имеет. Отношения тоже не умирают. Не расстанусь с комсомолом. Буду вечно молодым. Понимаете? Отношения не умирают. Человек даже комсомол не хочет расставаться. Будет вечно молодым. Понимаете? Вернее, вот 4 года один стал мая, а то я была вся. Вот. То есть ничего она не умерла. Она живая. Просто вы этого не понимаете. Просто пришло время, вы не можете с ней уже общаться вот так. Нос к носу вот так вот. Нюхать друг друга не можете. А сердцем отношения устанавливать. Это человеческий способ отношений. Он для людей предназначен. И этот способ отношений. Многие люди не устраивают в своей жизни, даже имея контакт с человеком. Пришло время, человек ушел из этого мира. Не надо даже об этом знать. Это происходит так, как положено. Каждый по-своему. Не имеет значения, как это происходит. Пришло время, человек ушел из этого мира. Вы возмущаетесь в том, что люди уходят из этого мира. Могу вам сказать по секрету, что нам это тоже предстоит с вами. Когда? Когда? Я своему наставнику одному сказал, хочу знать хиромантию. Вы знаете хиромантию? Он говорит, знаю. Я ему говорю, расскажите мне об этой науке. Он говорит, я тебе сейчас все расскажу. Говорит, видишь, вот линия жизни у тебя, вот линия жизни, а вот линия трамвая, говорит. И вот здесь они пересекаются. Я говорю, когда это произойдет в моей жизни? По бульдаку у меня. Говорит, я просто так с тобой пошутил. Просто хиромантия заключается в том, что мы все помрем. В этом заключается главное предсказание. Но люди об этом не понимают просто. Они думают, что это случайность какая-то. Случайность какая-то произошла, человек тело оставил. Так это не случайность. Это то, что происходит везде и всегда в этой жизни. И со всеми. А другому моему наставнику сказали, как же вы говорите, что в Индии культура выше, если у вас в Индии 30% смертность, а у нас там цифры какие-то привел, а у нас в стране, хоть мы не верим Богу, у нас 15%. Ему сказал. Мой наставник посмотрел на него, говорит, глупец, вы не знаете, что у нас у всех 100% смертность. Надо понять это, понимаете? 100% смертность здесь. У всех 100% смертность. Нет, не прошла. Нет, она на высших планетах находится. Она, нет, нет, она сейчас счастлива, все плохо, потому что она может с вами. Когда человек уходит из этого мира, мы связаны друг с другом, иногда мы это чувствуем. Память как бы наклынует, означает связь. Память означает связь. Поэтому надо счастью в этом человеку, радоваться, что вот я с тобой контактировал, связан, радоваться этому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok